здравствуйте друзья здесь демитков юрий меня регулярно спрашивают поясните пожалуйста расскажите что такое за вот австрийская социально накопительная программа в которую я вложился это евро вип про который мало кто знает поэтому я решил снять видео отдельное по этому делу дело в том что там есть два варианта вложения есть вложение с гарантированной доходностью это доходность там не такая высокая ну это аналог депозита в банке вот и есть возможность вложиться без гарантированной доходности фондовый рынок отдать деньги в управление через страховую компанию через механизм страховой компании но эти деньги будут управляться мои деньги будут управляться фондом который управляет буквально средствами страховой компании и когда я узнал вот об этой возможности я сказал что вот я хочу вот это меня стали отговаривать говорят да ты что вот надо выбирать вот то это вот то вот другое гринит я хочу вот это я знаю что я хочу но вы знаете я фанат фондового рынка вот поэтому я сказал я понимаю прекрасно о том что я хочу и не надо меня разубеждать я хочу вот ровно вот это почему я хотел бы потому что я знаю что фондовый рынок да он не дает никаких гарантий да он может упасть но он растет значительно быстрее чем инструменты с гарантированной доходностью поэтому я выбрал именно этот вариант и я не ошибся посмотрите средства которые я отдаю ну вот социально накопительную программу они поступают в управление отдаются управление в value investment фонд это задекларировано это указано в договоре что они управляются вот value investment фонд и сразу сказано в договоре что не гарантируется и там какие-то но средние приводятся показатели роста актива в этом value investment фонде там просто график какой-то сейчас мы его с вами увидим почему именно этот фонд потому что смотрите страховая компания фонд управляет средствами страховой компании для страховой компании самое главное что надежность надежность там недоходность на первом месте там на первом месте стоит надежность потому что компания которой 190 лет для нее главная надежность поэтому я ну как бы человек не очень доверчивый поэтому я решил искать я знаю немецкий язык немного и я начал искать в независимых источниках вот тем более что там был приведен тикер не тикера и син код и син вот этого value investment фонда и я по коду и син я уже знаю вот но я веду биржу для чайника я знаю что такое и син я знаю что такое тикер вот поэтому я по коду и син это международный код финансового как бы института вот я по и син у начал искать и нашел в австрии вот что security capital анлаге агэ это сайт австрийский ввв security security как а ты фонс али фонс вот сайт на немецком языке но как бы немецкий я знаю и так я нахожу фонды которые управляются вот этим security capital анлаге агэ и нахожу по тикеру value investment фонд classic вот он ризику класса 3 класс риска 3 и вот он от и 0099 036 детали я повторяю это австрийский ресурс в или инвестор фонд в собственности 100 925 миллиард в 931 миллион весь 53 тысячи евро насколько я понимаю в арте анталиева вот так 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 вы ронг евро валюта евро куда вкладывается фонд так вот здесь не было видно вот она диаграммочка смотрите вот это зелененькая это рентная недвижимость австрийская недвижимость и там я лично видел эти здания которые принадлежали королевской фамилии это исторические здания во многом а во многом обычные здания там очень очень много недвижимости на втором месте 33 целых 11 сотых процента это акции голубенькая это кэш и бледно-зелененькая совсем маленькие альтернативы вот вариант недвижимости но здесь написано сколько у них распределена и син есть вот он вот посмотрите как он динамика изменения здесь динамика изменения этого фонда за сначала года насколько понимаю до с начала этого года динамика изме изменения фонда в течение года прошедшего нового то есть просто в течение года смотрите было падение никто не отрицает в течение трех лет вот такой график вот она это падение которое было в прошлом году почему было падение все упало из и индекс s&p 500 упал и так далее это было как раз вот в аккурат в октябре где-то месяца прошлого года вот он то есть вот это вот 18 год и здесь вот 19 вот он в прошлом году падал и в конце в начале этого года начал расти и он уже полностью восстановился сейчас опять на максимуме давайте за пять лет посмотрим вот он за пять лет и тотал за все время вот он теперь смотрите я вложился сюда примерно вот здесь вот здесь сейчас я попытаюсь нарисовать что-нибудь в 2000 насколько я помню тринадцатом году приблизительно это момент когда я заключил договор вот смотрите как рос росли вложения в этом фонде да я вложил сразу сказать там ну какую-то сумму по условиям договора там сразу надо вкладывать за два года я не смог вложить но сразу большую сумму потому что у меня просто не было я заключил договор следующий по две тысячи евро в год но с условием что первый год сразу за два года то есть четыре тысячи евро сразу вкладывалась вот в этот момент я вложился сюда а потом докладывал несколько лет потом честно говоря там три или четыре года я докладывал ну смысле пять получается вот потом у меня наступила черная полоса в жизни и я прекратил то есть там не до этого было совсем плохо вот соответственно смотрите вот здесь вот я где-то вложился ну где-то но пусть будет даже 180 было цифры не так важны было 180 стало 260 260 260 делим на 180 равно 44 процента на 44 процента вырос этот это вложение теперь смотрите сейчас 2019 год я вложился в тринадцатом году соответственно 6 лет прошло кто-то говорит что 6 лет это 10-15 лет это много получается рост моих активов в валюте в среднем 7,4 годовых евро не гарантированный как получится получилось 7,4 процента годовых в евро так вот ребята попробуйте найти такой же рост в долларах и когда я покупал евро я помню что первые евро которые покупал были по 42 или 43 рубля за евро вклад в евро вырос на 44 процента а евро выросла еще в два раза вот такая инвестиция деньги до сих пор там я их оттуда не выкладывал что нужно для того чтобы открыть такой вклад такую программу накопления но прежде всего я хочу сказать что для того чтобы не повторять моих ошибок я вам рекомендую там есть два варианта евро вип и евро вип сингл премиум я рекомендую всем евро вип сингл премиум что-то такое а это значит что вы просто берете один раз и вкладываете сразу вбухиваете туда всю сумму ну там по моему минимальное вложение от 5000 евро но рекомендуется 10000 евро минимальный срок инвестиций 10 лет лучше всего 10000 евро почему потому что деньги работают сразу все сразу все начинают работать и сразу все растут по поводу надежности ну это австрийская страховая компания крупнейшая ну в смысле самая первая ну скажем так по надежности потому что это не шутка она самая первая в мире по надежности почему потому что превышение собственных средств над обязательствами 600 процентов в среднем по европе это двести сорок процентов среди компаний которые занимаются социальным страхованием страхованием жизни так называемым вот и инвестиционное страхование жизни здесь 600 процентов на первом месте эта компания стоит по надежности вот это тоже я проверял что нужно для этого сделать для того чтобы открыть такую программу программа открывается это австрийская компания на соответственно соответственно через дочернюю структуру через компанию медлайф которая зарегистрирована специально для того чтобы работать с со странами СНГ она зарегистрирована на Кипре вот и через финансовых консультантов одним из которых являюсь я вот соответственно я помогу вам заполнить вот примерно вот такой антрак здесь указываются все данные ваши там о здоровье в том числе но здесь здоровье мало играет роль потому что это инвестиционная программа это фондовый рынок и ну то есть я говорю сразу что я сразу решил ложиться именно фондовый рынок кроме вот этого заявления антрага там подписывается еще целый ряд бумаг ну вот здесь очень много здесь во первых на нескольких страницах на каждой странице подписывается здесь максимально полная информация также по работодателю вот здесь информация дополнительный формуляр здесь информация по то есть мы гарантируем что наши деньги чистые мы гарантируем что мы не госчиновники что значит эти деньги они очень очень сильно боятся коррупционных всяких денег вот поэтому здесь ну как бы я бы не сказал что они проверяют но как бы вот где работают в общем то проверяется и кроме того вот такой документ оформляется еще один это так называемый ну он называется ваучер это чек на как раз на перевод денег туда на медлайф иншуранс лтд соответственно мы берем просто эти деньги кладем в любой банк российский банк вот идем ну счет в евро валютный счет и говорим мы хотим перевести деньги вот по этим реквизитам и мне соответственно ничего не надо давать я просто помогу оформить эти документы здесь есть реквизиты прямо забиваем что тут у нас свифт код соответственно название банка и бан это все достаточно легко делается я буквально вот вчера переводил деньги через тиньков вот собственно говоря и все деньги отправляются туда туда же отправляются документы электронным способом и все в течение месяца принимается решение о том что компании что вот открывается программа накопительного страхования вам приходит полис ну он такой красивый значит там на двух языках здесь достаточно сложно оформить документы потому что там паспорт скан паспорта я такой Юрий Алексеевич верю так сказать видел лично этого человека заверяю что вот он это он и так далее вот ну собственно говоря и все форма управления этими деньгами это слепой траст то есть я полностью доверяю компании полностью доверяю фонду о том что ну вот мои деньги будут управляться ими то есть здесь я никакой информации в общем-то ну по управлению не не делаю это Австрия это валютные инвестиции инвестиции и они растут это один из моих источников дохода которые есть вот и если кто-то пожелает пожалуйста обращайтесь ко мне мои все контакты в описании к любому моему видео вы найдете дальше мы уже свяжемся с вами конкретно и я помогу оформить все необходимые документы люди оформляют вы знаете люди оформляют из Сибири из Краснодарского края то есть совершенно спокойно сами отправляют деньги я просто ну моя роль я помогаю оформить документы я объясняю как это сделать если что-то не получается и все мне никаких денег платить не надо вот никаких реферальных ссылок здесь нет ничего здесь нет вся информация исходит вот ну от консультантов ну в частности от меня я надеюсь что я ответил на те вопросы которые задали если будут вопросы задавайте пожалуйста снизу или в личку лучше в личку на самом деле потому что вопрос о финансах он такой немножечко щепетильный вот нюансы есть ну там есть люди которые спрашивают там можно ли военным ну вроде как да можно вот вот можно ли госслужащим вопрос что за госслужащие вот и ну как оформить документы там тоже есть какие-то может быть нюансы потому что ну смотря у вас кем вы работаете где вы работаете вот обращайтесь надеюсь было полезно спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий я я не знаю что я не знаю Продолжение следует...